Девушки отдыхают Другое дело, что секс в паре это все и одновременно, что секс это ничто. А что вас еще соединяет, кроме секса? И кроме того, что мужчине настолько, мне кажется, неловко, что он все время в пол смотрит. Ну для него это больная тема. Стыдно, говорит, табу. Мне не нравится на эту тему общаться. Я же не могу молчать. Это моя потребность, мое желание, что я хочу. Я ему заявляю, что меня не устраивает в сексе. Давай как-то разнообразие, насыщение сделаем. Вот он вчера молчит, сейчас молчит. Не, почему молчу? Я тебе принес сегодня парик. Да что ты с этим париком уже? Успокойся. Предлагал тебе костюмы, давай какие-то тогда. Также я говорю, одень белье, потанцуй возле меня, возбуди меня как-то. Чтоб я прям захотел и взял твои булки, чтобы прям не знают там, понимаешь? Ух ты, ничего себе, я тебя не узнаю вообще. Я просто вижу. Куда тебя понесло? Рапунцель, вот не поверишь, Джозеф рвется в бой, хочет что-то сказать. Вдруг какое-то предложение сделает сейчас. Я очень хорошо понимаю Рапунцель, как бы ни было. Как можно? И я бы даже не начал отношения с кем-то, если она меня не устраивает в сексе. Я не могу понять, что за мужики, чем там занимается работой, что он не может тебя удовлетворять часами, что ли. Я вот чего не помню. Я вот и требую. Я говорю, завтрак, обед, ужин, да, а ему достаточно раз в неделю. Подожди, раз в неделю, подожди. Вчера у нас было... Так, ты молчаешь. Вчера было, но вчера не было, три дня назад не было. Да какого три дня не было? У нас каждый день, и нормально все у нас. Да ты обманываешь. Просто, просто Оли не хватает. Вот то, что для тебя секс, Дмитрий, для Рапунца, это нифига не было, понимаешь? Вот и все. Пускай они белье и потанцуют возле меня, я не знаю, булки раздвинут. Прости за такие интимные подробности, но ты сама достаточно откровенна. Скажи мне, пожалуйста, по времени это сколько, и почему тебе недостаточно? Ну, быстро возбуждается. Подожди, быстро. То есть он о себе думает. Ну, я назову таких людей эгоист. По времени сколько тебе надо? По времени сколько тебе надо? Чем больше, тем лучше. Сколько? Ты говорила, обед, завтрак, ужин. Ну, три раза в день. Ну, по сколько времени? По 40 минут? По 40 минут, по часу, по два. Ну, не по 40 минут. Ну, хотя бы там 10-15. Ну, не 5 минут. 10-15. Я не могу так мало. Мне мало этого. Дима. Что? Дима. Элла. Мне, наверное, больше будет совет, потому что очень много гуляет фотографий, где Оля в неглиже. Причем это было до проекта, еще когда у нее были белые волосы, и она очень любит фотографироваться голая. Может быть, как раз-таки Диме попробовать такую историю, начать ее фотографировать, пусть она раздевается, как-то, не знаю, какие-то прелести показывает, как-то будоражит его. А то сидят какие-то два унылых. Дим, ты выбрал себе такую достаточно развратную деваху. Так и будь с ней таким же. А то вы пытаетесь навязать какие-то там правила, еще что-то. И только нудите каждое лобное. Если она зовет тебя на камни, берешь фотоаппарат и идешь ее и фотографируешь, а потом там удовлетворяешь. Ну, сколько можно это слушать? Спасибо большое, Дерябина Кристина. Лично для меня, как бы, мне не очень приятно, когда ты сидишь и на всю страну, как бы, унижаешь своего мужчину, да? Ты его выбрала. Мы все прекрасно знаем, какое у тебя прошлое и так далее. Вообще, по сути, по факту, если мужчина, как бы, скорострел, извини, Димочка, да, но об этом говорит твоя женщина, значит, он очень сильно возбуждается при виде тебя. То есть, он очень сильно тебя хочет, да? И, может быть, как-то, не знаю, там, вот Элла сказала, допустим, снимать Рапунзель, а я предлагаю хоум-видео, почему бы и нет. Потом сядете, пересмотрите, какие-то ошибки увидите, понимаете? Что-то разнообразите для себя. Оль, а ты, вот, знаешь, не должна его все равно так унижать, потому что это все-таки твой мужчина, который, ну, не знаю, ты с ним сидишь вместе, ты с ним делишь постель, понимаешь? А ты вот так вот всю страну говоришь, какой он плохой, скорострел, вообще ничего. Это не унижение, я просто прошу, даже это не приказание. Мне просто этого не хватает. Ирина Александровна, я думаю, что этим отношением путь только в никуда, ну, хотя, я думаю, что я знаю, куда. Скорее всего, ребят нужно поместить в комнату, знаете, оббитую мягкой тканью, на Олю одеть обязательно вот это. Мне кажется, вообще, там не опасно ребятам жить, она не буйная. Такие вещи говорить на всю страну, я понимаю, что ты привыкла транслировать себя во всех видах, но то, что ты творишь, это просто невозможно. И ты еще говоришь о семье. Прежде чем говорить о семье, ты сначала приди к этому, ты очисти себя духовно. То, что ты сейчас творишь, это страшно вообще. Лисковец, Кристина. Я могу так сказать, что абсолютно очевидно, что ни о какой семье речи быть не может, потому что люди, которые выносят такие вещи, люди, которые так друг к другу относятся, и все, что между ними происходит, никогда в жизни не сможет быть семья. Потому что, ну, как бы, после того, что было, рождение ребенка, как-то, я не знаю, какое-то будущее совместное, это очень сложно представить. И мне кажется, что у Димы вообще, может быть, в детстве была какая-то психологическая травма, может быть, когда он лишался девственности, потому что он очень себя стесняется. Он не ходит голым перед Олей, он закрывается, он выключает свет. Может быть, в этом тоже есть проблема. Но о семье говорить абсолютно здесь, я думаю, не стоит. Это просто партнерские отношения на Доме-2. И обсуждают они, в принципе, что хотят. И, кстати, пользуясь случаем, передаю всем нормальным людям привет на поляне. Игорь. В отношениях Димы и Оли всегда поднимаются, в принципе, довольно-таки, ну, фундаментальные проблемы отношений. В прошлый раз это было отношение, что выбрать, работу, либо отношения, как быть, когда женщина завидует. В этот раз это интимная тема. Но, к сожалению, отношения к их паре, к их паре и лично каждому из них, как персонажу, все эти проблемы аннулируют. Потому что эти проблемы становятся не то, что не живыми, это просто проблема ради проблемы. Ведь мы никогда не видели решения ни одной их проблемы, которую мы обсуждали. Ни одну проблему мы не решили. Мы просто о ней говорим, говорим. Причем они сами об этом говорят в три горла, но ничего не решают. И, в конце концов, вот сколько людей я сейчас услышал, последним я вот высказываюсь, и все переходят на личности. Потому что уже отношение к вам, как к людям, настолько испорчено. Поэтому, ну, сделайте выводы. Итак, Игорь сказал о том, что ребята не решили ни одну свою проблему. Мы искренне будем надеяться на то, что эту проблему ребята все-таки решат. Спасибо.